В Украине и в том числе в городе Киеве, в героическом городе Киеве, живут безусловно чеченцы тоже. Живут настоящие чеченцы, которые говорят правду. Не кадыровцы, а настоящие чеченцы. Друзья, сейчас у нас повествование пойдет, и это спецэфир. Мы с вами проговорим про мистера Желтые Штаны. И я хочу начать с одного молодого чеченца, который живет в городе Киеве, в Украине, который периодически с самого начала этой полномасштабной кровожадной войны записывал много видео, обращался и к кадырову, и к чеченскому народу, безусловно. Обращался и к кадыровцам, и вот недавно сделал видео с обращением и с комментариями к так называемому генералу, кадыровцу Апти Алаудинову, которого в народе часто называют Желтые Штаны. Кому интересно, почему, можете зайти в интернет и узнать. Я не хочу вдаваться в подробности. Это речь идет о трусости. И с того момента есть запечатленное видео. И с того момента его называют мистер Желтые Штаны. Но вчера я увидел удивительное видео, в котором чеченец, его зовут Адам Ломаев, рассказал про кадырова, про его семью, про то, как кадыров отжал, в буквальном смысле, насильственно забрал почку своего дяди. И благодаря этому он сейчас живет и прошел или проходит до сих пор реабилитацию. Он до сих пор имеет вид не очень, но, по крайней мере, уже как-то более членораздельно говорит. Так вот, Адам Ломаев в этом интервью украинскому журналисту, в этом разговоре, рассказал много интересных вещей и про кадырова, и затронул немножко тему генерала Желтые Штаны. Так вот, я возвращаюсь к тому молодому чеченцу, который обращался и говорит всегда очень правильные вещи, и он открыто называет Рамзана Кадырова, называет вассалом Путина. А в данном случае мы говорим про такое строение, трехъярусное, как минимум, да, для начала, это Абтиал Аудинов, вассал Кадырова, а, соответственно, вассал, а Кадыров вассал Путина. И в данном случае получается Абтиал Аудинов, генерал, за что генерала дали, непонятно, но так называемый генерал Абтиал Аудинов является вассалом вассала. Все просто. И вот мы с вами наблюдали, как он, ну, для начала, Желтые Штаны 2, я думаю, что пора серию снимать, потому что то, как в Курской области генерал Алаудинов и его подразделение Ахмат пропустили силы обороны Украины, и как он об этом рассказывал, даже не боясь, что вся эта трусость, и это видно все на экране, безусловно, от его эмоций и красных щек. И тому, значит, фразе образования на русском языке, как он строит предложение, это очень и очень любопытно и смешно. Так вот, начиная с этих историй, он стал достаточно часто появляться в экране и приобрел определенную еще большую известность. Если до этого она была в рамках Чечни и немножко в России, то сейчас в России его стали знать больше, и когда он приезжал в курс, с ним фотографировались. В общем, это все, конечно, очень смешно, и... Но, в общем, и он рассказывал нам с вами о том, что Ахматовцы не сдаются в плен, никогда. Но когда в результате первые несколько Ахматовцев оказались в плену у ЗСУ, он снова записал новые видео и сказал, что нет, вы меня неправильно поняли. Я имел в виду, что спецназ Ахмат никогда не будет в плену, там, и это позор и так далее. Позор, который смывается только кровью. И ты смотришь, ты понимаешь, что он паркетный генерал, сидящий в кустах, боящий, что ЗСУ его тронет. Именно поэтому они пропустили ЗСУ, да, не способные противостоять. И вот этот паркетный генерал говорит о чести, говорит о кровной мести, о позоре, который можно смыть только кровью. И вот недавно произошла история. Как оказалось, один чеченец, ну, кадыровец, наверное, в каком-то диалоге с какими-то людьми, реагируя на их агрессию. А те ребята, судя по всему, были христиане. Я не сильно глубоко входил в эту тему, знаю в общих параметрах. Так вот, этот чеченец оскорбил Иисуса Христа. И, конечно, все истинные христиане возмутились. И большой любитель русского мира и всего русского в целом, Актиа Лаудинов, генерал, желтые штаны, решил очень быстро на это среагировать. И тут он меня немножко, конечно, удивил. Нужно отметить. Он начал говорить про веру. И он начал говорить про веру. И, в принципе, ни один нормальный человек не тронет никогда ни пророка Мухаммеда, мусульманского, да? И, безусловно, Иисуса Христа, ни Библию, ни Коран. И, безусловно, не тронет никогда ни одну религию и ни одно вероисповедание. И побоится гнилить Бога, и побоится вообще трогать какую-либо религию и вероисповедание любого народа. И тут неминуемо будет кара, даже если не от людей, то, безусловно, от нашего Создателя. Нету ничего главнее нашего Создателя. Господа Бога, Аствац, Джана. И вот Абтелла Удина впервые, впервые, в нем показался немножко человек на первых порах, где он стал говорить о религиозности, о вере. И сказал о том, что мусульмане, он решил говорить от имени всех мусульман, судя по всему, что мусульмане очень сильно уважают пророка Иисуса Христа и ждут его второго пришествия. Чем меня он, безусловно, очень сильно удивил, говоря такие вещи по поводу второго пришествия. И все закончилось тем, что он все это дело осудил, пожурил, значит, этого человека и сказал, что он должен быть наказан. А этот же человек, конечно же, потом извинился и так далее, эмоции. И мы все понимаем, что этот человек просто сказал какие-то больные и неприятные вещи для христиан. В первую очередь, для тех христиан, с которыми у него был спор. Но факт остается фактом. Это, конечно, очень низменно. И никому этого делать не советую ни одной из религий. И в результате Аптей Алаудинов сказал, что, значит, мусульмане также ждут второго пришествия Христа. И сказал, что истоки, значит, израильской веры, веры иудеев, вера мусульман и вера христиан, они произошли из одной ветки. Как он назвал, аврамической ветки. И меня, конечно, удивили эти его откровения по поводу того, что мусульмане ждут, как он сказал, второе пришествие Христа и его познание в этих религиях. И я бы, в общем, мог бы сказать, что, ну, что-то понимает, чем-то разбирается в религии, правильные вещи сказал. Но параллельно с этим, в этом же интервью, этот человек, вернее, в этой видеозаписи, этот человек говорил про антихриста, про чертей, про нацистов, которых, безусловно, они сами себе в России придумали. И кадыровцы уж тем более, что за деньги не сделаешь, что за лизоблюдство, будучи вассалом, не сделаешь. И, знаете, вот этот парадокс, когда ты видишь в экране человека, который, с одной стороны, говорит правильные вещи про иудаизм, про мусульманство, про христианство, безусловно, про Иисуса Христа, про пророка Мухаммеда. Но при этом человек, сидящий в экране и говорящий все это, прикрывающийся верой и называя истиной верой, да, себя как истинно верующим, человек в данном случае просто прикрывается. И если содрать с него кожу, если содрать с него шкуру, снять парик, кепку, шапку с его головы, то под ней окажется самонастоящий черт, самонастоящий слуга дьявола. Я говорю в духовном смысле, безусловно, черт, да, не просто как оскорбление, нет. С верующей, с духовной, с религиозной точки зрения. Слуги дьявола выходят в мир, снимают видео и рассказывают о том, как они борются с антихристами, нацистами и так далее. Нечисть, которую они придумали сами и нечисть, которой являются они сами. Поэтому, друзья, невежественным людям, неокрепщим умам очень легко в этом мире потеряться. Поэтому обязательно образовывайтесь, не только с точки зрения образования гуманитарного, но прежде всего духовного. Потому что без Господа Бога не было бы ни меня, ни вас, ни ваших родителей, ни вашего всего рода и моего тоже. Без Господа Бога не было бы ничего. Поэтому живите по совести, не слушайте желтых штанов, не слушайте вассалов, не слушайте вассала вассалов. И помните, что эти люди слуги дьявола. И, конечно, каждому слуге дьяволу, который творит такие бесчинства, пришел к нам с мечом, с оружием. Безусловно, от меча они и погибнут. И в каких бы кустах ни сидел Абтиал Аудинов, возмездие его найдет в любых кустах и в любой яме. Вы видите это по главе Хамасу, Хазбуле, что происходит с террористами. Всем, кто поддерживает Украину, я передаю влыкий привет. Я передаю большой привет из города Киева, Украины. А расистам я рекомендую учить такое замечательное слово, як перемога. Рашисты, учите слово перемога, знайте его, оно очень-очень скоро вам понадобится. Ну, а я, друзья, Самвел, украинский армянин, спустился со своих армянских гор, специально, чтобы сделать этот специфик для вас. Поделиться с вами этими мыслями, этими событиями. И, если вы дошли до этого момента, обязательно подпишитесь на наш украинский YouTube. Потому что наш украинский YouTube это, это Украина Армянская интернет-видео КАП-ЮА-АЭМ. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайк, если вы поставите лайк этому видео сейчас, то плюс 10 человек еще увидят это видео. Так работает алгоритм YouTube. Пишите комментарии. И если у вас нет слов от того, что вы в восторге, от того, что мы для вас делаем, и немножко для себя. Если вы в восторге, и у вас нет слов, то вы можете поставить смайлик, лайк, украинский флаг, армянский флаг. А еще лучше, если вы поставите оба флага. И обязательно поделитесь этим видео. Поделитесь этим видео и подписывайтесь, самое главное, на наш YouTube канал, на наш Украино-Армянское интернет-видение. КАП-ЮА-АЭМ. На наш Instagram, на наш Telegram. И в целом на все пять информационных площадок, на которых мы публикуемся. Будь моего и орач, дорогие мои. Орач и только орач и капи меч.